Фаина Раневская. Самые остроумные афоризмы и цитаты. Когда в Москву привезли Сикстинскую Мадонну, Фаина Георгиевна услышала разговор двух чиновников из Министерства культуры. Один утверждал, что картина не произвела на него впечатления. Раневская заметила. «Эта дама в течение стольких веков на таких людей производила впечатление, что теперь она сама вправе выбирать, на кого ей производить впечатление, а на кого нет». На вопрос «Вы заболели, Фаина Георгиевна?» она обычно отвечала «Нет, я просто так выгляжу». «Жемчуг, который я буду носить в первом акте, должен быть настоящим», требует капризная молодая актриса. «Все будет настоящим», успокаивает ее Раневская. «Все! И жемчуг в первом действии, и яд в последнем». Сотрудница радиокомитета «Энн» постоянно переживала драмы из-за своих любовных отношений с сослуживцем, которого звали Симой. То она рыдала из-за очередной ссоры, то он ее бросал, то она делала от него аборт. Раневская называла ее «жертва Херосимы». Однажды Раневскую спросили, «Почему красивые женщины пользуются большим успехом, чем умные?» «Это же очевидно! Ведь слепых мужчин совсем мало, а глупых пруд пруди». Раневская со всеми своими домашними и огромным багажом приезжает на вокзал. «Жалко, что мы не захватили пианино», — говорит Фаина Георгиевна. «Неостроумно», — замечает кто-то из сопровождавших. «Действительно неостроумно», — вздыхает Раневская. «Дело в том, что на пианино я оставила все билеты». Однажды Юрий Завадский, худрук театра имени Моссовета, где работала Фаина Георгиевна Раневская, с которым у нее были далеко не безоблачные отношения, крикнул в запале актрисе. «Фаина Георгиевна, вы своей игрой сожрали весь мой режиссерский замысел». «То-то у меня ощущение, что я наелась дерьма», — парировала Раневская. Идущую по улицу Раневскую толкнул какой-то человек, да еще и обругал грязными словами. Фаина Георгиевна сказала ему, «В силу ряда причин я не могу сейчас ответить вам словами, какие употребляете вы, но я искренне надеюсь, что когда вы вернетесь домой, ваша мать выскочит из подворотни и как следует вас искусает». Актеры обсуждают на собрании труппы товарища, который обвиняется в гомосексуализме. «Это растление молодежи, это преступление». «Боже мой, несчастная страна, где человек не может распорядиться своей жопой», — вздохнула Раневская. «Объясняя кому-то, почему презерватив белого цвета, Раневская говорила, «Потому что белый цвет полнит». «Я не пью, я больше не курю, и я никогда не изменяла мужу, потому еще, что у меня его никогда не было», — заявила Раневская, упреждая возможные вопросы журналиста. «Так что же, — не отстает журналист, — значит, у вас совсем нет никаких недостатков?» «В общем, нет», — скромно, но с достоинством ответила Раневская. И после небольшой паузы добавила, «Правда, у меня большая жопа, и я иногда немножко привираю». Настоящая фамилия Раневской — Фельдман. Она была из весьма состоятельной семьи. Когда Фаину Георгиевну попросили написать автобиографию, она начала так. «Я — дочь небогатого нефтепромышленника». Дальше дело не пошло. В архиве Раневской осталась такая запись. «Пристают, просят писать, писать о себе. Отказываю. Писать о себе плохо не хочется, хорошо неприлично, значит, надо молчать. К тому же я опять стала делать ошибки, а это постыдно. Это как клоп на манежке. Я знаю самое главное. Я знаю, что надо отдавать, а не хватать. Так доживаю с этой отдачей. Воспоминания — это богатство старости». В юности после революции Раневская очень бедствовала и в трудный момент обратилась за помощью к одному из приятелей своего отца. Тот ей сказал, «Дать дочери Фельдмана мало я не могу, а много у меня уже нет». Первый сезон в Крыму. Я играю в пьесе Сумбатова «Прелестницу, соблазняющую юного красавца». Действие происходит в горах Кавказа. Я стою на горе и говорю притворно нежным голосом. «Шаги мои легче пуха, я умею скользить, как змея». После этих моих слов мне удалось свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибить партнера. В публике смех, партнер стеная угрожает оторвать мне голову. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены. О своей жизни Фаина Георгиевна говорила. «Если бы я, уступая просьбам, стала писать о себе, это была бы жалобная книга «Судьба шлюха». В свое время именно Эйзенштейн дал застенчивой, заикающейся дебютантке, только что появившейся на Мосфильме, совет, который оказал значительное влияние на ее жизнь. Фаина, сказал Эйзенштейн, «Ты погибнешь, если не научишься требовать к себе внимания, заставлять людей подчиняться твоей воле. Ты погибнешь, и актриса из тебя не получится». Вскоре Раневская продемонстрировала наставнику, что кое-чему научилась. Узнав, что ее не утвердили на роль в «Иване Грозном», она пришла в негодование и на чей-то вопрос о съемках этого фильма крикнула, «Лучше я буду продавать кожу с жопы, чем сниматься у Эйзенштейна». Авторы броненосца незамедлительно донесли, и он отбил из Алматы восторженную телеграмму, «Как идет продажа?» Долгие годы Раневская жила в Москве в Старопименовском переулке. Ее комната в большой коммунальной квартире упиралась окном в стену соседнего дома и даже в светлое время суток освещалась электричеством. Приходящим к ней впервые Фаина Георгиевна говорила, «Живу, как диоген! Видите, днем с огнем!» Марии Мироновой она заявила, «Это не комната, это сущий колодец. Я чувствую себя ведром, которое туда опустили». «Но ведь так нельзя жить, Фаина!» «А кто вам сказал, что это жизнь?» Миронова решительно направилась к окну, подергала за ручку, остановилась. Окно упиралось в глухую стену. «Господи! У вас даже окно не открывается!» «По барышне говядина, по дерьму черепок!» Эта жуткая комната с застекленным эркером была свидетельницей исторических диалогов и абсурдных сцен. Однажды ночью сюда позвонил Эйзенштейн. И без того неестественно высокий голос режиссера звучал с болезненной пронзительностью. «Фаина! Послушай внимательно! Я только что из Кремля! Ты знаешь, что сказал о тебе Сталин!» Это был один из тех знаменитых ночных просмотров, после которого вождь народов произнес короткий спич. «Вот товарищ Жаров, хороший актер, понаклеит усики, бакенбарды или нацепит бороду, и все равно сразу видно, что это Жаров. А вот Раневская ничего не наклеивает, и все равно всегда разное». «Как вы живете?» спросила как-то Ия Савина Раневскую. «Дома по мне ползают тараканы, как зрители по Генке Бортникову», ответила Фаина Георгиевна. Раневская на вопрос, как она себя сегодня чувствует, ответила «Отвратительные паспортные данные! Посмотрела в паспорт, увидела, в каком году я родилась и только ахнула!» «Третий час ночи. Знаю, не засну. Буду думать, где достать деньги, чтобы отдохнуть во время отпуска мне и не одной, а с П.Л.» Павла Леонтьевна Вульф «Перерыла все бумаги, обшарила все карманы и не нашла ничего похожего на денежные знаки». 48-й год, 30-е мая. Из записной книжки народной артистки. «Смесь степного колокольчика с гремучей змеей», говорила она об одной актрисе, обсуждая только что умершую подругу-актрису. «Хотелось бы мне иметь ее ноги. У нее были прелестные ноги. Жалко, теперь пропадут». Раневская и Морецкая идут по Тверской. Раневская говорит, «Тот слепой, которому ты подала монетку, не притвора, он действительно не видит». «Почему ты так решила?» «Он же сказал тебе спасибо, красотка». «Скажите Фаине Георгиевне», обращается режиссер Варпаховский к своему помощнику Нелли Молчатской, «скажите ей, пусть выходит вот так, как есть, с зачесанными волосами, с хвостом». Он все еще имел наивность думать, что кто-то способен влиять на Раневскую. Помятуя советы осторожных, он тщательно подбирал слова после прогулки. «Все, что вы делаете, изумительно, Фаина Георгиевна, буквально одно замечание. Во втором акте есть место, я попросил бы, если вы, разумеется, согласитесь». Следовала нижайшая просьба. Вечером звонок Раневской. «Неллочка, дайте мне слово, что будете говорить со мной искренне». «Даю слово, Фаина Георгиевна». «Скажите мне, я самая паршивая актриса?» «Господи, Фаина Георгиевна, о чем вы говорите? Вы удивительная, вы прекрасно репетируете». «Да?» «Тогда ответьте мне, как я могу работать с режиссером, который сказал, что я говно». репетирует. Увидев исполнение актрисы Х роли узбекской девушки в спектакле Кахара в филиале массовета на Пушкинской улице, Раневская воскликнула «Не могу, когда шлюха корчит из себя невинность». Однажды, посмотрев на Галину Сергееву, исполнительницу роли Пышки и оценив ее глубокое декольте, Раневская своим дивным басом сказала к восторгу Михаила Рома, режиссера фильма «Эх, не имей сто рублей, а имей двух грудей». В разговоре Василий Катанян сказал Раневской, что смотрел «Гамлета» у Охлопкова. «А как Бабанова в Офелии?» спросила Фаина Георгиевна. «Очень интересно, красиво, пластично, голосок прежний». «Ну, вы, видно, добрый человек. Мне говорили, что это баллонка в климаксе», съязвила Раневская. «Приходите, я покажу вам фотографии неизвестных народных артистов СССР», зазывала к себе Раневская. Раневская постоянно опаздывала на репетиции. Завадскому это надоело, и он попросил актеров о том, чтобы, если Раневская еще раз опоздает, просто ее не замечать. вбегает, запыхавшись на репетицию Фаина Георгиевна. «Здравствуйте!» Все молчат. «Здравствуйте!» Никто не обращает внимания. Она в третий раз. «Здравствуйте!» Опять та же реакция. «Ах, нет никого!» «Тогда пойду по-ссу!» «Доктор, в последнее время я очень озабочена своими умственными способностями», жалуются Раневская психиатру. «А в чем дело? Каковы симптомы?» «Очень тревожные!» «Все, что говорит Завадский, кажется мне разумным». Узнав, что ее знакомые идут сегодня в театр посмотреть ее на сцене, Раневская пыталась их отговорить. «Не стоит ходить, и пьеса скучная, и постановка слабая. Но раз уж все равно идете, я вам советую уходить после второго акта». «Почему после второго?» «После первого очень уж большая давка в гардеробе». Раневская повторяла «Мне осталось жить всего сорок пять минут. Когда же мне все-таки дадут интересную роль?» Ей послали пьесу Жанна Ануя «Ужин в Сан-Лисе», где была маленькая роль старой актрисы. Вскоре Раневская позвонила Марине Ниеловой «Представьте себе, что голодному человеку предложили Монпансье». «Вы меня поняли?» «Привет!» В театре имени Моссовета, где Раневская работала последние годы, у нее не прекращались споры с главным режиссером Юрием Завадским. И тут она давала волю своему острому языку. Когда у Раневской спрашивали, почему она не ходит на беседы Завадского о профессии актера, Марина Георгиевна отвечала «Я не люблю мессу в бардаке». Во время репетиции Завадский за что-то обиделся на актеров, не сдержался, накричал и выбежал из репетиционного зала, хлопнув дверью, с криком «Пойду повешусь!» Все были подавлены. В тишине раздался спокойный голос Раневской. «Юрий Александрович сейчас вернется. В это время он ходит в туалет». В шторме Биль Белоцерковского Раневская с удовольствием играла спекулянтку. Это был сочиненный ею текст, автор разрешил. После сцены Раневской овация и публика сразу уходила. Шторм имел долгую жизнь в разных вариантах, а Завадский ее спекулянтку из спектакля убрал. Раневская спросила у него почему. Завадский ответил «Вы слишком хорошо играете свою роль спекулянтки и от этого она запоминается чуть ли не как главная фигура спектакля». Раневская предложила «Если нужно для дела, я буду играть свою роль хуже». Однажды Завадский закричал Раневской из зала «Фаина, вы своими выходками сожрали весь мой замысел». «То-то у меня чувство как будто я наелась говна», достаточно громко пробурчала Фаина. «Вон из театра!» крикнул мэтр. Раневская, подойдя к авансцене, ответила ему «Вон из искусства». Раневская называла Завадского «маразматиком-затейником», уцененным Мирхольдом «перпетум кобеле». «Остерий из борь á ж Продолжение следует...